А сочинским ветеранам есть что вспомнить, есть о чем рассказать, поэтому все сразу после участия в торжественном первомайском шествии решили собраться за одним столом. Конечно, возраст не позволяет им идти в парадном строю, поэтому в колонии ехали на 412-х уазиках. На них же подъехали к парку Ривьера. Это самый впечатляющий ветеранский состав. Герои Советского Союза, адмирал, полковники, подполковники и женщины, участницы боевых сражений. Глава города поздравил еще раз ветеранов с первым маем и пожелал им оставаться такими же позитивными, здоровыми и энергичными. Я вас очень прошу, живите долго. Вы нам очень нужны, просто очень нужны. Потому как на вашем героизме можно воспитать людей. Вы заметили, как поменялись за 5-6 лет наши сочинцы? И это ведь наша с вами победа. Глава города пообщался с каждым из ветеранов, вручил всем юбилейные медали 70 лет победы в Великой Отечественной войне. В этом году ветераны едва успевают бывать то на одном мероприятии, то на другом и везде, куда их приглашают. Они приходят, признаются сами, ведь еще так много хочется рассказать уже правнукам. Я такая довольная, везде приглашаю, везде, прямо честным словом передать не могу. Настолько я рада. А здоровья уже нет, держусь, держусь и везде иду. И вы понимаете, вот дома все болит. Как приезжаешь сюда на встречу, приглашенный идет, ничего не болит. Замечательно. Устаешь, но не устаешь, потому что превращаешься и стремишься к молодости, как было когда-то. Но несмотря на все это, мы провели этот день прекрасный. Мы рады, что нас так чествует. И Павел Артемьевич Зубенко, ему скоро 95, и женщина-снайпер Анна Петровна Казак, через месяц ей исполнится 92. И все, кто пришел на эту встречу, это поколение победителей, прошагавших пол Европы под пулями с неимоверным желанием победить и выжить во что бы то ни стало. Сегодня они видят, и их подвиги были не напрасны. Елена Всецн, Борис Осин, телекомпания ФКТ.